Развитие квантовой механики началось с 20-х годов прошлого века и было настолько стремительным, что у физиков, стоявших у истоков этой удивительной науки, появились веские основания для оптимизма. Они ожидали, что с открытием мельчайших частиц и новых законов вот-вот подойдут к тому, чтобы окончательно разобраться с устройством Вселенной. Однако спустя сто лет уверенность в том, что мир предстанет перед нами с полным теоретическим описанием, так и осталась на стадии ожидания. И все же в прошедшем столетии ученые копнули достаточно глубоко, чтобы понять, что реальность не такая, какой кажется. Согласно высказыванию известного физика Шона Кэрролла, фундаментальная природа реальности может резко отличаться от привычного мира объектов, движущихся в пространстве и взаимодействующих друг с другом. Оказалось, что на базовом уровне реальность описывается очень специфическим набором математических правил, известных теперь как квантовая механика. Тем не менее, среди ученых до сих пор существует множество несовместимых мировоззрений, связанных с истолкованием описания природы физического мира квантовой наукой. Часть научного сообщества придерживается копенгагенской интерпретации, называемой стандартной, поскольку она приводится в основных учебниках по квантовой механике. Смысл ее сводится к тому, что во время акта наблюдения квантовый объект утрачивает свою суперпозицию и принимает одно из возможных состояний, которое фиксирует измерительный прибор и, соответственно, наблюдатель. Среди другой части сообщества есть немало физиков, считающих, что реальность, которую описывает квантовая механика, основана на существовании огромного количества параллельных миров. Эта так называемая многомировая интерпретация была предложена физиком Хью Эвереттом в 1957 году. И если в копенгагенском толковании главная роль отводится измерительному прибору, то в многомировом – состоянию самого исследователя, то есть наблюдателя, который и создает квантово-механическую модель природы. В XXI веке такая интерпретация стала наиболее популярной, и одно из ее ответвлений получило название квантового боесианства, сокращенно кубизм. Это толкование описания реальности устраняет многие парадоксы и проблемы, в том числе квантовую запутанность и квантовую нелокальность, которая позволяет микрочастицам мгновенно взаимодействовать между собой на огромных расстояниях, многократно превышая скорость света, что в нашем привычном мире невозможно в принципе. Особенность этой интерпретации в том, что в ней делается акцент на состоянии наблюдателя, называемого агентом, а не квантовой системы, которая в процессе измерений не изменяется, так как не является элементом реальности. В данном контексте физическая система представляет собой степень убежденности агента в возможных результатах измерений. Следует подчеркнуть, что использование слова «агент» вместо привычного «наблюдатель» указывает на то, что речь идет о действиях, которые участвуют в создании реальности, а не наблюдениями за реальностью, существующей независимо от агента. Поэтому некоторые философы науки считают кубизм формой антиреализма, однако авторы боесианства называют его реализмом участия. В кубизме наблюдение за квантовым объектом следует рассматривать как действие, которое предпринимает агент, чтобы вызвать у мира отклик. Это что-то вроде акта творения, который привносит в реальность нечто совершенно новое. Разумеется, звучит это несколько нелепо, но давайте сравним модель Байесовской интерпретации с Копенгагенской, которую используют чаще. Копенгагенская трактовка квантовой механики уделяет большее внимание акту измерения, то есть, грубо говоря, взаимодействию квантового микрообъекта и измерительного макроприбора. До измерения квантовые системы существуют вне определенности, или говоря научным языком, в суперпозиции, то есть, во многих непроявленных состояниях одновременно. И лишь в момент измерения система сворачивается и принимает определенное значение. И тогда возникает вопрос, а что происходит, когда измерения не проводятся? Четкого ответа здесь нет, хотя варианты ответов могут развиваться в действительно абсурдных направлениях. Причем уравнения квантовой механики, описывающие состояние системы, не дают точных предсказаний о том, как именно оно будет развиваться. Мы можем только получить определенный диапазон значений и вероятность получения одного результата по сравнению с другим согласно графику волновой функции. И это все. Стандартная квантовая механика умалчивает о том, как момент измерения заставляет частицу из суперпозиции перейти в проявленное состояние. О квантовой физике часто говорят, как о странной науке, очень сложной или даже невозможной для понимания. Но приверженцы кубизма заявляют, что странность квантовой механики это результат неправильного взгляда на нее. Как только две составляющих квантового боесеанства берутся в расчет, все квантовые парадоксы исчезают. Первое. Квантовые правила являются инструкцией к действию. И второе. Измерения не выявляют ранее существующих свойств. Дело в том, что модель боесовского учения наделяет другим смыслом волновую функцию, подчиняющуюся уравнению Шрёдингера и лежащую в основе квантовой странности. Название функции говорит само за себя. Она ведет себя, как и другие волны, к примеру, волны на воде, и является разновидностью волнового уравнения. Под волновой функцией мы понимаем математическое описание состояния квантовой системы, молекул, атомов или субатомных частиц, из которого можно вывести вероятности возможных результатов измерений. До измерения нельзя знать наверняка, где находится частица. Можно только предполагать вероятность ее нахождения в какой-то области пространства. Например, состояние электрона описывается волновой функцией согласно уравнению Шрёдингера и связывает амплитуду вероятности его местонахождения с каждой точкой пространства. Но с точки зрения кубизма, наблюдатель или, если быть точным, агент использует волновую функцию только как математический инструмент для обозначения своего личного убеждения в том, что квантовая система будет обладать определенным свойством. Причем второй наблюдатель может прийти к противоположному выводу о той же самой квантовой системе и будет использовать другое прочтение волновой функции. Иными словами, волновая функция в кубизме не имеет объективной реальности. Однако после того, как агенты пообщались друг с другом и модифицировали свои частные волновые функции для учета вновь приобретенных знаний, возникает согласованное мировоззрение. Похоже, байсианское мышление в некотором роде противоречит здравому смыслу. Ведь фактически получается, что не мир управляется законами, а законы возникают в процессе измерений. Тем не менее, сторонник кубизма, известный физик-теоретик Дэвид Мермен из Корнельского университета уверен, что рассматриваемая с этой точки зрения волновая функция вполне может быть самой убедительной абстракцией, которая не позволит больше физикам тратить время на тревожные вопросы о странных квантовых парадоксах. Байсионизм объединяет теорию квантовой информации с байсовской статистикой, которые определяют квантовое состояние как выражение информации, а вероятность как нечто вроде суждения отдельного агента. При этом исключает значение квантового измерения как считывание состояния реальности, введенного в 1930-х годах выдающимся физиком Джоном фон Нейманом. Таким образом, акт измерения — это не регистрация частицы прибором, который не дает результата. Это любое действие, которое предпринимает исследователь, чтобы получить ответ от мира. Именно собственный выбор, происходящий в сознании агента и его действия влияют на систему. Полученная в сумме информация характеризует и макроприбор, который в некотором смысле является продолжением органов чувств агента и микрочастицу. Поэтому изменяется не состояние системы, а состояние агента. Объективной картины мира не существует, поскольку агент сам создает собственную реальность своими действиями. Стоит добавить, что концепция кубизма, хоть и с некоторыми оговорками, принимает во внимание роль сознания исследователя. Фактически, кубизм, интерпретируя волновую функцию, описывающую состояние объекта как личную степень убеждения, предлагает новый взгляд на физическую реальность. К слову, своеобразное сокращение кубизм от квантум-бейсионизм подчеркивает радикальное направление этой интерпретации. Дэвид Мермен объясняет такой выбор названия тем, что оно олицетворяет неординарный взгляд на квантовую физику, который настолько же отличается от других интерпретаций, насколько модернистское течение кубизма в изобразительном искусстве отличается от живописи эпохи Возрождения. Итак, сторонники кубизма придерживают сомнения, что до тех пор, пока эксперимент не проведен, его результата просто не существует. Таким образом, агент становится активным участником продолжающегося сотворения Вселенной, и с этой точки зрения пресловутый «коллапс волновой функции» становится, в конце концов, не таким уж шокирующим. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поддержите нас лайком и подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного. Наш проект существует исключительно на ваши донаты. Вы можете пожертвовать любую комфортную для вас сумму, нажав на кнопку «Спонсировать» под любым из видео нашего канала, или перейти по ссылке в описании под видео. Приглашаем вас поделиться своим мнением в комментариях под этим роликом, а также заходите в нашу группу ВКонтакте, в Телеграм и в Инстаграм.